Читатели не умеют читать Более того, читатели не любят журналистов, и они дико агрессивны Такие фразы произносит каждый журналист хотя бы раз в жизни А на самом деле эти фразы все скопом обычно произносят все редакции целиком К сожалению, все немножечко наоборот Зачастую именно редакции и журналисты ведут себя так, как будто они искренне и сладострастно ненавидят своих читателей Как они обращаются со своими читателями? Они вводят читателей в заблуждение, они манипулируют ими, они обманывают их и они их глубоко презирают Я вам покажу сейчас на понятных примерах, как это работает Например, если вы хотя бы раз в день заходите на какой-нибудь новостной сайт То обязательно встретите заголовок такого примерно характера Пресс-секретарь президента Российской Федерации прокомментировал информационный вброс Что же окажется, если вы зайдете внутрь этой новостной заметки? Окажется, что единственными словами Дмитрия Пескова были Мы не комментируем слухи Это введение в заблуждение Немножечко хуже, когда мы имеем дело с прямым обманом Заголовок Страшная трагедия в семье Пугачевой Зайдем внутрь, посмотрим Ну, во-первых, не трагедия Во-вторых, не в семье Двоюродный племянник Пугачевой попал в больницу Родство этого якобы двоюродного племянника Ничем не подтверждено, кроме желания редакции Получить дополнительную аудиторию за счет громкого имени И это называется прямой обман И с этим мы сталкиваемся каждый день Манипуляция К земле движется астероид-убийца размером со штат Техас Выясняется, что астероид может быть и убийца Только находится он в десятках световых лет от Земли И вероятность его столкновения с нашей прекрасной планетой Стремится плавно к нулю Но об этом вам забыли сказать Вами манипулируют У вас вызывают чувство страха И, наконец, последнее в этом букете Эмоций по отношению к читателям Но самое, пожалуй, яркое Это неизбывное презрение к своей аудитории Я проиллюстрирую это одним примером Год назад ростовская газета Внезапно решила перестать описывать Писать про скандалы, расследования, интриги И подробности жизни звезд и преступления И объявила День хороших новостей Они зафиксировали катастрофическое падение аудитории На следующий день главный редактор этого издания Выступил с гневной речью Он сказал, что читателям не нужны хорошие новости Читатели любят только кровь Читатели любят только негатив Они презирают настоящую журналистику Они не хотят позитивной повестки Права была эта главный редактор? Конечно, нет Конечно, нет Дело ведь в том, что читатель, когда он заходит на какое-то издание Он туда заходит не в поисках крови Не в поисках удовлетворения своих животных инстинктов Он ассоциирует себя с этим изданием Это его хорошая привычка В те времена, когда я возглавляла ленту.ру Мне очень часто приходилось слышать Вы у нас вместе с утренним кофе идете Я просыпаюсь и первое, что я делаю Завариваю кофе и открываю ленту Так вот, если у вашего издания есть аудитория То она открывает вас просто потому, что вы есть И уже потом читает то, что вы написали А если у вашего издания аудитории нет вообще И вам приходится заходить и искать свою аудиторию Вам, простите, журналистам приходится Искать свою аудиторию на сайтах, предположим, бесплатных онлайн кинотеатров То только там они и могут привлечь их грязными подробностями и кровавыми заголовками Это означает, что редактор, который выступил с обличением читателей Должна была бы прежде всего посмотреться в зеркало и спросить А есть ли у меня та аудитория, которая, минуя все онлайн кинотеатры И бесплатные казино или что-то там еще, заходит непосредственно ко мне Так как же журналистам перестать ненавидеть своих читателей? Для этого нужно на секундочку, наверное, задуматься А что такое читатель для журналиста вообще? Ответ придет сразу Читатель – это наше все Как для русских людей Пушкин – это наше все Для журналиста вообще читатель – это все Это единственное оправдание нашего существования Если поэт и писатель, не имеющий успеха, может себя утешать тем, что Ну, мое время еще не пришло Я мыслю в будущем То есть журналист всегда работает по актуальной повестке Он всегда работает для того, чтобы его читали Если у журналиста нет своей аудитории, значит он не журналист Так вот Если у издания в целом есть своя аудитория, то это означает, что у них, что это те люди, это те живые персоны, которые будут рады помочь вам в чем-то Они будут откликаться на то, что говорите вы Они поддержат вас в трудную минуту, я говорю это на своем собственном опыте Они дадут вам новые темы для расследования, они предоставят вам какой-то контент, то, что называется в интернете контент или содержание вашего сайта Давайте на секундочку задумаемся, а как мы обычно называем человека, мнение которого для нас очень важно От внимания которого мы зависим Человека, который за нас заступается, когда нужно Человека, который поддерживает нас Человека, который не оставляет нас своим вниманием По-моему, это называется друг, правда? Человек, к которому мы обращаемся тогда, когда нам важно что-то сказать Когда у нас есть что сказать, мы идем к друзьям Мы не обращаемся к незнакомым людям Мы идем к друзьям Вспомним о презрении, введении в обман, манипуляции Разве с друзьями так поступают? Вы скажете, но так же поступают все Это же нормально для медиа пытаться завоевать свою аудиторию Все так делают Это не ответ, во-первых, не все Во-вторых, можно быть успешным и можно делать настоящую журналистику, не прибегая к дешевым и грязным приемам Смотрите Для того, чтобы понять, как действовать и есть ли альтернатива вот такому отношению к читателю Можно оглянуться вокруг До меня выступающие говорили об этом, и я об этом скажу Мы больше не живем в вертикальном мире Медиа больше не медиум Мы не можем себе позволить Медиа, мы медиа, не можем себе позволить, сидя на красивом холме, вещать вниз в толпе Нет, мы живем в горизонтальном мире Мы живем в мире Убера Мы живем в мире РБНБ Мы живем в мире шеринг-экономики И поэтому, хотим мы или не хотим, мы должны жить в мире горизонтальных связей И применять те же приемы, которые применяет шеринг-экономика в своей работе А что это означает? Какая альтернатива есть этому презрению, этому обману? Альтернатива довольно простая И я расскажу вам о равноправии Я расскажу вам о том, как мы взаимодействуем с читателем и как мы с ними общаемся Сначала давайте о равноправии Несколько лет назад, когда я работала еще в Ленте Социальные сети только начинали такой взрывной рост И, честно говоря, мы понимали, что наша аудитория вся уходит в социальные сети У нас не было ни копейки денег для того, чтобы привлечь аудиторию Или привлечь SMM-менеджмент Да и профессии тогда SMM-менеджера пока еще не было Что мы сделали? Мы вышли к аудитории такими, какие мы есть Мы с ней стали общаться напрямую Мы не побоялись показать аудитории в социальных сетях И наши сотрудники, редакторы, журналисты начали вести социальные сети Мы не побоялись показать, над чем мы смеемся и над чем мы плачем Над чем мы издеваемся и кем мы восхищаемся И взрывной рост Twitter, Lent.ru, Official, и взрывной рост группы ВКонтакте, Lentouch, которая сейчас достигает миллиона человек Показали, что мы были правы Мы общались с читателями на равных Когда мы запустили Медузу, никто не верил, что нам это удастся Но в первый же месяц 65% аудитории нам принесла социальная сеть Facebook И до сих пор приносит Что означает равноправие в данном случае? Когда вы равноправно общаетесь, когда вы обращаетесь к читателю Когда журналисты обращаются к читателю так, как они обращаются к своим друзьям и равноправным партнерам Эти друзья отвечают им тем же Что такое дружба? Вы отдаете доброе слово или эмоцию Человек что-то добавляет и возвращает вам это Вы добавляете снова и снова к вам это возвращается Также это действует в социальных сетях Эти ваши верные друзья в социальных сетях Они приведут за собой своих друзей Они добавят вам аудитории Следующий пункт, который я хочу противопоставить ненависти и презрению Это доверие и вовлечение Видите ли, в чем дело Очень важно помнить, что среди ваших читателей Есть люди, которые разбираются в описываемых вами проблемах лучше вас Среди них есть хорошие инженеры, юристы Среди них есть врачи и шеф-повара И если вы сможете применить к ним эффект Тома Сойера То вы получите невероятный источник вдохновения Что такое эффект Тома Сойера? Тетушка Полли заставила Тома красить забор Тому этого делать очень не хотелось Что он сделал? Он сделал вид, как будто больше всего на свете ему нравится красить забор Через пять минут выстроилась очередь из мальчиков, желающих покрасить вместе с ним этот забор И он даже начал, кажется, торговать очередью Но если применить этот принцип Если вы красите свой забор весело и с интересом То тут же найдется огромное количество экспертов Которые помогут, например, разъяснить вашим читателям какие-то важные вещи Мы открыли рубрику картотека, так называемые карточки Где рассказываем читателям какие-то простые вещи Которые нужно понимать о новостях или о происходящих событиях Так вот, буквально спустя месяц после открытия этой картотеки К нам начали приходить огромное количество экспертов Которые рассказывают нашим же читателям Обо всем, что им нужно знать От приготовления идеального омлета до правил дорожного движения От значения какого-то научного открытия До гендерного равноправия И, заметьте, все это совершенно бесплатно Еще одним очень важным пунктом является то Что интернет позволяет нам знать о своих читателях то Что, в общем, раньше представить себе было невозможно Что журналисты когда-нибудь смогут узнать это о своих читателях Вся обратная связь с читателями осуществлялась посредством писем в редакцию И сидела тетушка в пыльной комнате Которая в течение 30 дней отвечала на эти письма Было два способа узнать о своих читателях Размер тиража газеты и письма читателей Всем известно, что тогда писали, в общем, письма в редакцию Люди в основном не очень здоровые Потому что понятно, что в советских газетах им могли ответить Ну, а тираж всегда можно завысить Так вот, интернет позволяет нам знать о своих читателях буквально все От их географии, возраста до их предпочтений Мы знаем, какими операционными системами они пользуются Как они заходят в интернет Заходят они, сколько из них читает нас через веб Сколько читает через мобильные приложения Кто предпочитает читать на смартфоне, используя мобильные браузеры Вы знаете о своих читателях очень многое Давайте вернемся к идее друга Вот если вы знаете, например, что ваш друг не водит машину по принципиальным соображениям Вы же не будете ему дарить на день рождения держалку для айфонов машину Наверное, если он пользуется велосипедом Вы ему подарите какой-то потрясающий смешной звонок на велик Или корзинку для этого велика Или что-то, чем он пользуется Так вот, журналисты, которые не любят читателей И, в общем, относятся к ним с презрением Они так и поступают Дарят то, чего не нужно Мы стараемся сделать так, чтобы... И я хочу это показать Мы стараемся сделать так, чтобы читателям давали то, что им нужно Например, ваши читатели читают вас со смартфона Вы прекрасно понимаете, что вам нужно каким-то образом вовлекать читателей в вашу историю Мы делаем, например, игры Основанные на реальных новостных событиях К четвертому сезону House of Cards Мы сделали специальную игру Помоги, сыграй с Фрэнком Андервудом в большую политику Если вы знаете, Фрэнк Андервуд – это президент Соединенных Штатов в сериале «Карточный домик» У каждого из игроков по три карты Фрэнк Андервуд ходит первым Вы должны... На каждой карте изображен один из действующих президентов в мире Вы должны перебить его карту, знаете чем? Процентами, полученными этими лидерами на выборах У кого больше, тот и победил Формат, то, что мы называем очень короткий формат в одной картинке Мы иногда применяем это для рассказов о важных событиях Это сожженный автобус журналистов в Ингушетии Можно написать сотни слов о том, что произошло с журналистами в Ингушетии А можно, помимо репортажа, поставить вот эту фотографию И вы увидите, что пережили люди, которые всего-навсего хотели рассказывать свои истории своим читателям Простите, немножечко я поторопилась Видите ли, в чем дело Я вспомнила одну очень хорошую мысль, которую я когда-то прочла Журналистика в большом смысле Ее задача состоит в том, чтобы напоминать властям о долге, о обществе, об идеалах Видите ли, в чем дело? Я хочу закончить эту лекцию рассказом об идеалах Да, я идеалистка Великий психолог Виктор Франкл Человек, выживший в концентрационном лагере Освенцим Всю жизнь занимавшийся психологией Когда-то прочел лекцию для американских студентов Он сказал буквально следующее Мне 70 лет, сказал он И я учусь водить, управлять самолетом Мой инструктор говорит мне Что если ты хочешь попасть из точки А Я не могу сюда попасть, в точку Б Которая расположена на одной прямой, на горизонтальной линии Ты должен всегда лететь сильно выше точки Б Потому что всегда тебя будет сбивать вниз боковой ветер Поэтому для того, чтобы прилететь в точку Б Ты должен лететь сильно выше Если ты будешь лететь в точку Б Прямо тебя собьет вниз Точно так же нужно относиться к людям и к своим читателям Если вы будете обращаться к лучшему в них К тем самым идеалам И напоминать им об этих идеалах То когда-то эти читатели станут равны сами себе Когда-то вы получите того читателя, о котором вы мечтали Если же вы будете обращаться к худшему в них Читатели станут еще хуже И никогда уже не будут вам друзьями Поэтому давайте обращаться к лучшему в читателе АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ